Прогулка по лесу в поисках грибов закончилась для челябинца Павла Арабкина больничной койкой. Мужчина стал жертвой гадюки. Ядовитая змея укусила его в палец. Рука-то у меня вон что, она сдувается и сдувается, у меня уже вот это все отнимается. Я не знаю, кто меня укусил. Я ей быстро за голову забежал домой. Жене, давай банку, пусть я ее в банк, звони в скорую. Я не знаю, кто меня укусил, потому что она вообще не гадюка. Подстраховку напуганного Арабкина врачи оценили, но все же советуют воздерживаться от смелых подвигов по ловле ядовитых змей. Не стоит так делать. В общем-то мы своим пациентам верим на слово. А дополнительно подвергать себя риску и подвергать окружающих риску, сперва поймав эту змею, затем доставив ее в больницу, наверное будет не совсем правильно. Павлу Арабкину повезло. От гадюки ему досталась небольшая порция яда. Для рептилий знакомство с человеком тоже стало стрессом. В банке ее стошнило. То, что, похоже, гнездо разорил, какие-нибудь птички, вот еще и ящерицы, тоже детеныш ящерицы. Вот за один раз такая безобидная вроде змея может пообедать. В целом змея не пострадала и довольно быстро отошла от полученного стресса. Уже завтра зоозащитник Карен Далакян отпустит ее в привычную среду обитания.